здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот мини топ он под грудь у нас идет такой небольшой в принципе можно конечно и подлиннее сделать можно но мы начинали вязать вот именно с этой ленты поэтому оси ниже но может на линии талии от бедра не получится потому что она будет сильно стягивать наверное вот но моделька так рассчитана чтобы именно под грудь была как видите я вязала так чтобы у меня спинка закрытая была если вы хотите спинку открытая делать то вот именно по этой модели вы можете переднюю заднюю часть связать одинаково тогда у вас будет и задняя спинка открыта если вы хотите сделать тоненькую лямочку то мы тут на лямке на плечо оставляли 3 узорчика веерочка потом дальше когда будете вязать просто вот этот момент учтите если вы хотите потоньше сделать то возьмите два веерочка например да здесь вы можете подкорректировать под себя вот этот размер вот длину вы можете также подкорректировать здесь тоже так из чего я вязала я вязала это у меня бобинная пряжа но толщина ее можете взять вот такую пряжу я мертв с толщиной 282 тут 282 метра на 50 грамм но вязать в две ниточки в две ниточки будете вязать мне толщина та же самая получается что вот в этих двух нитках берете ее если в одну ну она будет совсем тоненькая наверное но при желании можно и в одну ниточку но все зависит размер этого топа зависит от того насколько длинной вы сделаете вот первую вот эту ленту мы с нее начинаем вязать насколько вы ее длинной будете вязать значит у вас если меньше топ уменьшится в размере если больше топ увеличится в размере вот на это обращайте внимание а все остальное в принципе не сложно все эти переходы независимо от того какой размер делайте точно так же как я вам показывала это не имеет значения на какой размер главное вот это вот лента это лента теперь крючок номер два но если вы будете вязать в одну ниточку тогда наверно лучше взять крючок номер 1,5 или 1,25 можно взять на вот эту нитку если в одну нитку будете вязать в принципе можно так это вот топ но мы на нем не будем останавливаться будем вязать дальше тунику вообще я задумывала эту модель как тунику а потом когда уже закончила получилось топ очень даже неплохой топ при желании его немножечко можно изменить под себя и у вас получится оригинальный добавив сюда бахрому какие-то может небольшую обвязочку кайму может шишечки какие-то в общем здесь вариантов много вот именно по этому топ это как получается как бы основа для вашего творчества так что дерзайте девочки просто посмотрите и может быть где-то вы что-то измените и у вас получится свое что-то какое-то свое изделие так ну и давайте начнем работать итак начнем с поперечной полосы наберем цепочку из воздушных петель 1 2 3 4 5 6 это ширина у нас будет ленты поднимаемся на 2 воздушные петли теперь смотрите от крючка 1 2 3 в четвертую петельку вяжем столбик с накидом накидом 1 2 3 5 и вяжем вяжем 2 воздушные петли 1 2 и вяжем еще два столбика с накидом 1 2 теперь пропускаем 2 петли основания и в третью петлю вяжем 2 столбика с накидом 2 воздушные петли и сюда же еще 2 столбика с накидом и в последнюю петлю вяжем столбик с накидом поднимаемся на 3 воздушные петли, поворачиваем вязание и вяжем сюда же, вот в эту арочку из 2 воздушных петель вяжем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и сюда же еще 2 столбика с накидом в следующей арке вяжем опять такой же элемент, то есть 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли 2 воздушные петли и сюда же еще 2 столбика с накидом, так вот мы будем вязать эту ленту равную обхвату груди связали и в последнюю, здесь у нас была арочка над последним столбиком вяжем столбик с накидом опять поднимаемся на 3 воздушные петельки, поворачиваем вязание и вот так вот вяжем все время повторяя в арочку 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и сюда же 2 столбика с накидом и в следующей 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом и в конце можно прямо из этой арки по 3 воздушные петли, можно прямо оттуда вязать здесь можно смотреть или столбик с накидом или столбик с двумя накидами для того чтобы у нас краешек не сильно стягивался, можно связать столбик с двумя накидами то есть раз связали, два накид провязали и третий раз уже все вместе для того чтобы у нас краешек не сильно стягивался, если возможно один столбик то она будет сильно тянуть, главное чтобы вот эта лента у нас равномерно шла чтобы край у нас не сильно стягивался, опять 3 воздушные петли на подъем и так далее вот эту ленточку надо будет связать на равный как я сказала обхвату груди так как я вяжу на обхват груди 80 сантиметров измерю обязательно на натяжение чуть-чуть растянув эту ленту смотрим подходит ли на ваш размер почему это на растяжение, для того чтобы вот эта ленточка под грудью лежала плотненько а для чего растягивать, чтобы можно было хорошо пройти в это отверстие без проблем чтобы можно было одеть изделие на себя поэтому растяните, посмотрите на ваш размер подходит, насколько вы туго хотите эту ленту посадить под грудь вот на то делайте натяжку такую и потом измеряйте вот на этот размер при моей плотности вязания у меня получилось 62 ряда вот этого узора посчитайте если у меня их 62 ряда теперь мы замкнем ленточку в круг потому что вязать будем по кругу последний ряд я связала на 3 воздушные петли поднимаемся складываем ленту пополам и начинаем соединять последний ряд вяжем и в то же время присоединяем ленточку то есть я вот эту цепочку из воздушных петель соединяю соединительной петлей с начальным ряда и теперь можно будет связать вот этот элемент два столбика с накидом одна воздушная петля и здесь опять же соединение делаем так как это у нас вершина элемента вот середку этого элемента мы опять соединяем соединительной петлей и продолжаем вязать столбики с накидом то есть этот элемент продолжим вязать два столбика с накидом дальше вяжем этот элемент два столбика с накидом и опять же присоединим два столбика с накидом воздушная петля и опять же середку начального элемента здесь если сильно вытягивается ниточка можно чуть дальше так чтобы не подхватить две ниточки можно но мне сильно вытягивается поэтому я возьму две ниточки чтобы не сильно вытягивалась она воздушная петля и продолжаю вязать два столбика с накидом если не получается можете просто пришить и опять крайний столбик вяжем столбик с двумя накидами и последнее присоединение уже в начальную петлю начального ряда просто соединительной петлей заканчиваем ряд вот такое соединение у нас получается желательно этот шовчик пусть будет или под мышкой или на спине и теперь уже будем вязать по кругу узор так закрепили ниточку и сразу же начинаем вязать узор здесь вот у меня первую арочку я пропускаю и во второй арке вяжем 6 столбиков с накидом 1, 2, 3, 4, 5, 6 в следующей арке просто столбик без накида в следующей арке опять вяжем 6 столбиков с накидом вот этот ряд мы вяжем так постоянно по 6 столбиков 3, 4, 5, 6 и следующий столбик без накида то есть вот такие вот арки мы вяжем по кругу в этом ряду и так последний веро я связала в ряду и заканчиваем соединительной петелькой начало нашего вязания просто ищем куда можно присоединить просто соединительной петелькой и переходим на второй ряд вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и в основании где мы делали соединительную петельку вяжем столбик с накидом 1, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5,6, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10 таки из такой пляжи очень тяжело вяжать она низкой ниткой и путается все время так и столбик с накидом первый элемент нашего узора 2 ряда дальше вяжем 3 воздушные петли и соединение делаем между столбиками у нас здесь 6, то есть в середине после 3 столбика соединяем столбиком без накида дальше опять 3 воздушные петли, между веерами вяжем столбик с накидом вяжем столбик с накидом, 3 воздушные петли и сюда же еще столбик с накидом 3 воздушные петли и соединение опять же над аркой за тремя столбиками 3 воздушные петли, так вот вяжем этот ряд, то есть у нас получается между арочками вот этот элемент появился вот такой вот столбик с накидом, 3 воздушные петли и столбик с накидом и арки все по 3 воздушные петли, так вот вяжем этот ряд и так я закончила второй ряд, теперь переход на второй ряд как мы будем делать 3 последние воздушные петли, а сразу же перехожу на второй ряд, то есть вот в этом элементе у нас будут арки повторятся вот эти арки, они у нас будут в шахматном порядке находиться поэтому вот из первоначального вот этого треугольника вяжем 6 столбиков с накидом 1, 2, 3, 4, 5, 6, теперь столбик с накидом предыдущего ряда у нас здесь, в нее вяжем столбик без накида в следующем элементе, здесь между арками предыдущего ряда идет у нас опять 6 столбиков с накидом, это у нас уже пошел второй раппорт, один мы связали, перешли на второй раппорт узора 3, 4, 5, 6, и столбик с накидом над столбиком, вернее столбик без накида над столбиком без накида предыдущего ряда и так далее вяжем этот ряд и дальше будете уже повторяться вот таким вот образом у нас арки будут чередоваться то она здесь, то здесь, в шахматном порядке теперь повторяйте этот ряд свяжите, повторите тот ряд, который мы вязали без арок то есть вот здесь вот этот ряд, дальше опять на арке и еще обратите внимание на то, что соединение у нас будет постоянно смещаться на одну арку но на ажурном полотне это не будет заметно, так что не переживайте насчет этого, что вы уйдете немножко в сторону здесь ничего страшного в этом нет, и вяжем на высоту лифт будем вязать до проймы насколько низко мы будем вязать эту часть, то есть до проймы сколько там рядов получится, вы уже сами смотрите, насколько низко вы хотите посадить то есть вот эта линия у нас будет под грудью и дальше высота от той линии под груди до подмышки и дальше мы будем делить уже, будем вязать полотно по отдельности и так, я связала, сейчас я вам посчитаю ряды, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять полных раппортов узора, теперь будем вязать отдельно спинку и перед так, смотрим где у нас шовчик, вот у меня здесь шов, да, я его сбоку оставлю так, и ниточка, ряд у меня закончился вот здесь, поэтому я его закончу, закреплю и опять я свои ножницы куда-то далеко от себя положила, просто закончите раппорт и уже будем начинать с другого места вязать, ну здесь нужно будет сразу спрятать ниточку, чтобы она нам в дальнейшем не мешала, поэтому сразу уже, когда вяжете, все равно для аккуратности, сразу же убирайте все ниточки вам же это будет на пользу, чтобы потом не выискивать эти все нитки просто их в само полотно, там где у нас воздушные петельки, можно будет их вот так вот продеть и спрятать, я взяла более тоненький крючок, потому что толстым не очень аккуратно получается спрятать ниточку, поэтому всегда держите около себя еще крючок меньшего размера, вот для таких вот действий, можно еще один раз и остальное можно уже отрезать ножницами, она уже хорошо держится, можно отрезать так опять выискиваю свой шов и складываем, теперь нам нужно оставить место под пройму и все равно, 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 все